В начале рабочей встречи о кадровых перестановках с 8 декабря обязанности начальника территориального управления Звенигород исполняет Виталий Гончаревский. В местном ТУ он работает с июля этого года. Я занимался контролем и координацией проектов по благоустройству, которые шли в центре города. Так что пожелаем Виталию Викторовичу успехов в работе уже в новой должности. И самое главное не прекращать ту коммуникацию, тот диалог, который мне удалось выстроить с нашими активными жителями, с инициативными группами. В повестке еженедельного совещания главы округа и его профильных заместителей было пять вопросов. В том числе работа телерадиологии на территории муниципалитета. Это проект областного Минздрава. Его задача – профессиональная дистанционная диагностика на современном оборудовании и консультирование в специализированных центрах. Когда на месте не могут расшифровать или продиагностировать. Как раз задача телерадиологии в специализированном центре провести правильный диагноз. Дальше выполняют такие центры задачи динамического наблюдения за состоянием пациентов, так как все данные оцифрованы. И они все идут через ЕРИС. Это единая геологическая информационная система Минздрава. Центр телерадиологии на базе поликлиники номер один открылся в мае. До конца года он работает в тестовом режиме. Ежедневно там проводят до 250 исследований. В распоряжении медиков компьютерный томограф, МРТ, рентгенологическое оборудование, флюорографы и аппарат для маммографии. У нас одна из лучших поликлиник открыта по программе губернатора и оборудована самым новейшим оборудованием. То есть, в общем-то, как я и говорил выше, задача и выбор мест создания центров в первую очередь обеспечены врачами, специалистами и соответствующим оборудованием. Кроме того, в Подмосковье на базе Манеке работает Центр двойного мнения. Его специалисты могут поставить точку в сложных случаях. Если в Центре конституционном возникает затруднение или спорное мнение по диагностике протокол лечения, то отправляется в Центр Манеке. С начала 2022 года Центр телерадиологии в Одинцово начнет работать на полную мощность. Его дооснастят автоматизированными рабочими местами. Благодаря этому снимки будут более точными. Штат Центра укомплектован полностью. В нем трудится 46 докторов. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.